Первая победа в сезоне. Волейбольный клуб «Газпром Югра» в первом домашнем матче элитного дивизиона чемпионата России принимал шестой клуб по итогам прошлого розыгрыша чемпионата страны «Динамо» из Ленинградской области. Упущенная победа над «Факелом» чуть больше недели назад помогла стругутянам в работе над ошибками, коих в нынешней встрече было крайне немного. Репортаж с премьеры арены продолжит выпуск. «Газпром Югра» был близок к первой победе в Суперлиге еще в предыдущем туре в Новом Уренгое. Сургутяне ввели по партиям 2-0, но позволили «Факелу» переломить ход встречи. В итоге газовая дерби осталась за ямальскими спортсменами 2-3. А югорчане сделали правильные выводы из поражения и удивили ими шестую команду прошлого сезона «Динамо» из Ленинградской области. Старт игры был равным. Сургутяне обеспечили своему связующему качественную доводку мяча, при которой у Вадима Ажиганова было множество вариантов развития атаки. Едва ли не каждый второй пас предназначался диагональному югры. Раджабушев Бонмерзаеву он и закончил стартовую партию 25-23. «Пропустили необязательную эйс после счета 22-22. Где-то сломило. Ну, одна партия, ладно. Где-то начали приходить себя во второй партии, опять где-то там в середине. Дали сравнять сопернику. Поэтому команда Сургут, команда эмоциональная, тем более у себя дома при своих болельщиках. Зацепились, они почувствовали, что могут нас обыграть сегодня». «Спасибо большое принимающим ребятам. Они отпринимались очень хорошо. От этого и получилось, что мяч в трех метрах. И получается, ну, повая игра хорошая. Когда отодвигают, конечно, мы уже по-своему выше. Спасибо огромное за прием. Молодцы ребята, отпринимались, хорошо разобрали, выдержали». Второй сет – копия первого. Вновь равная борьба, но с той лишь разницей, что вперед попытались убежать гости. Но подача Ажиганова и атаки Раджаба приносят три очка подряд – 20-19. «Динамовцы» упёрлись в сургутский блок. Мощной была и наша подача. 24-21. Выиграть вторую партию с насколько не получилось. Тодор Скримов максимально усложнил задачу для сургутских принимающих. Но с третьей попытки «Газпром Югра» это оставил за собой. 25-23. «Очень важна была третья партия, потому что в этом сезоне, в этом сезоне, когда у нас 2-0, третья партия, начнем играть без фокуса, без качанства и быстро приигрываем этой третьей партии. И я очень доволен, что мы выиграли третью партию. Вы знаете, как, если прыгать третья партия, после четвертого, можно петта. Лучше закончить с 3-0. В третьей партии паритет держался до счёта 16-16. «Динамо» темпа такой нервной и равной игры не выдержала. Ошибся Назар Литвиненко. Пару раз гости не смогли добить мяч до пола, подарив сургутянам бонусные атаки 23-20. Оформить матч-бол оказалось непросто. Милан Катич не подготовил атаку, а следом пропустил скидку Назара Литвиненко. Исход встречи решили две ошибки «Динамо» и «Ло». Сначала «Скримов» подал в аут, а затем Артем Довгань задел сетку. Спасибо большое болельщикам. Сегодня практически полный зал был. И, в принципе, благодаря им мы сегодня победили. То есть ребята играли для болельщиков, ради болельщиков. И выложились полностью. Поэтому еще раз спасибо болельщикам за поддержку. Команда сургута провела более ровную игру. Мы, к сожалению, в конце каждой партии допустили где-то невынужденные ошибки. Мы принимали неправильные решения. И, к сожалению, это вылилось в 0-3. Ну, да, Раджаб молодец сегодня, как бы доставил нам много проблем. Поэтому, в любом случае, да, команда сургута выглядела достойно, поэтому они победились. Газпром Югра одержал первую победу в сезоне. Из 44 очков в атаке 24 принес диагональный сургутян Раджаб Шахбан Мирзаев. Еще 9 добыл Иван Каратаев. Он же отправил на сторону соперника три неберущиеся подачи. А Василий Тарасенко и Вадим Ажиганов записали на свой счет по два блока. Выиграла команда, да, Раджаб показал хорошие цифры. Если он бы показывал так все бы, по всех бы играх эти цифры, то и результат был бы другой. Но я говорю, что победила команда в первую очередь. То есть она поддержала, и ребята принимали тяжелую подачу. Пасующий хорошо пасовал, поэтому все взаимосвязано. Не один Раджаб выиграл. Хотя он молодец, сегодня очень хорошую игру показал. Следующий матч «Газпром Югра» проведет дома. 8 ноября сургутяне примут Нижегородский клуб АСК, который в этом сезоне еще не побеждал. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургу-24.